В эти дни в Измаиле проходит городской этап всеукраинского фестиваля конкурса «Чистые росы». В нем приняло участие более 140 учащихся всех школ города, каждый в своей номинации. Это авторское чтение, вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография. В состав жюри вошли представители отдела образования, Центра внешкольной работы и детского творчества, кафедры музыки Измаильского государственного гуманитарного университета. Лауреаты «Чистых рос» будут представлять Измаил в областном туре фестиваля конкурса, который пройдет на базе детской школы искусств в начале апреля. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер». Эта неделя в Измаильской школе номер 4 началась празднично. В понедельник здесь торжественно отмечали 64-й день рождения школы и день подводника. Вторую дату с историей школы связывает имя капитан-лейтенанта Дмитрия Репникова, члена погибшего экипажа под лодки «Курс», в прошлом учащегося в общеобразовательной школе номер 4. Кульминацией праздника стала торжественная школьная линейка, к организации которой в четвертой школе всегда подходят творчески. Началась она неожиданно. В центр школьного двора на скорости въехал УАЗик с атрибутикой ГПСУ. Из машины выскочили люди в масках и камуфляже и стали устанавливать растяжку для принудительной остановки транспорта. Подъехавшую следом девятку заблокировали, ее водители извлекли из машины и надели наручники. Это гости праздника, военнослужащие мобильной заставы измельского погранотряда продемонстрировали условное задержание условного нарушителя границы. На линейке чествовали учителей-ветеранов педагогического коллектива школы и закладывали новые кирпичики в ее основании. К схематическому макету школы ученики прикрепляли такие составляющие, как интеллект, знания, дружба, патриотизм, творчество, дисциплина. Не обошлось и без традиционных гостей праздника ветеранов военно-морских сил СССР, которые после линейки приняли участие в уроках мужества, рассказывая о реальных примерах патриотизма и стойкости советских воинов. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер». Субботним вечером 17 марта поклонники украинского рока смогли по-настоящему оторваться. Концерт давала созданная ровно три года назад в Измаиле группа «Знай Дэни Рэчч». За это время коллектив уже успел заявить о себе, как на фестивалях местного, так и всеукраинского уровней, а также обрасти поклонниками своего творчества. Зрителей, правда, несколько раз очаровалась задержка самого концерта. Лишь спустя 20 минут ожидания на сцене появилась измаильская рок-группа «Джой Джейнс». Почти полчаса ребята с полной отдачей исполняли лирические, если это понятие можно применить к рок-музыке и композиции. И их старания зал каждый раз поддерживал дружными аплодисментами. Но вот на сцене появились «Знай Дэни Рэчч». И зрители, что помоложе, завизжали от восторга. Четкий ритм выступлением задавала виртуозная работа барабанщика Андрея Яблокова. А вокалист Роман Полинычко своей всеохватывающей харизмой зажигал слушателей. Наиболее эмоциональные поклонники рока собрались у сцены, где своими активными движениями поддерживали певца. В общем-то, концерт прошел неплохо. Жаль, только проблемы с некачественно настроенной аппаратурой изрядно сказывались на барабанных перепонках любителей рока. Но, как говорится, один раз потерпеть можно. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер». Итак, открытый чемпионат города по мини-футболу завершен. Его финальные матчи, а затем церемония награждения прошли в воскресенье 18 марта в спорткомплексе «Портовик». Шампанская скупка победителей по праву досталась лидеру чемпионата опытной сплоченной команде «Таможенник». На втором месте команда «Сигнал». В воскресенье со счетом 7-3 она обыграла ЮДК. На третьем – Евромода. Лучшей среди команд первой лиги стала ВПУ-9. На втором месте ЮДК-2 и на третьем – Торнадо. Церемонию награждения провели начальник отдела семьи и молодежи и спорта Измельского горсовета Алексей Морев и заместитель городского головы Лариса Дзиковская. Лариса Николаевна наградила лучших игроков. В высшей лиге лучшим бомбардиром чемпионата признан Валентин Терзи из «Таможенника», лучшим вратарем его товарищ по команде Андрей Вилеником, лучшими игроками Александр Тонев Евромода и Владимир Дуаги «Сигнал». Что касается первой лиги, то там в номинации лучший вратарь победил Александр Кашпаров. Лучшим бомбардиром признан Петр Переверза, а лучшим игроком Александр Саверенко. Наталья Михайлова, Губстудия Курьер.